Это здание знакомо всем жителям Одинцова. Оформлено оно в нежных розовых тонах, привлекает взгляд необычной архитектурой. Переступив порог, попадаешь в настоящее королевство музыки. Фортепиано из скрипка флейта и виолончель, гитара и ударные инструменты. Планируют открыть их класс Габоя. Найти свой инструмент и овладеть им в совершенстве может любой ребенок. С 2016 года учебным заведением руководит Сергей Шаповалов. Почетный работник культуры города Москва, лауреат премии правительства Москвы, в области культуры. Вместе с ним здесь работают около 80 опытных педагогов. Люди очень опытные. Люди, которые отдали этой школе, здесь работает очень много людей, которые отдали этой школе практически всю свою сознательную жизнь. И очень приятно, когда они дорожат этим. И ты видишь результаты их работы, ты видишь отношение их к делу. Вот, естественно, это накладывает и на тебя определенные обязанности, как на руководителя. В 2017 году Одинцовская детская музыкальная школа отпраздновала 50-летие. До 90-х годов у нее не было единого здания. Филиалы были расположены в разных частях города. Здание, в котором она размещается сейчас, историческое. Дом купца Сорокаумова был построен предположительно в 80-х годах 19 века. В 1992 году он стал домом для музыкальной школы. Некоторые преподаватели работают в школе с момента ее основания. А Ларису Селькову, которая сейчас занимает должность зауча, судьба связала с ДМШ еще в детстве. Она проходила здесь обучение по классу скрипки. Меня очень радует, что в школе работают преподаватели, которых знаю еще я по своей учебе, то есть ветераны, и в то же время приходят молодые, очень творческие и энергичные люди, и меняются, обогащаются инструментальный состав школы, он добавляется, расширяется. Естественно, обновление происходит, и школа живет такой полноценной творческой жизнью, на мой взгляд. Школа является площадкой для проведения различных конкурсов и фестивалей. Среди них – одаренные дети Подмосковья. Активно развивается коллективное музицирование. Большое количество различных коллективов – одна из особенностей школы. Это и вокальные ансамбли, и духовой оркестр, и большое отделение народных инструментов, и даже оркестр аккордеонистов-баянистов. А хор мальчиков существует при школе уже около 30 лет. Школа тогда делала только какие-то свои первые шаги, тогда не было такого количества конкурсов, не было столько возможностей концертных выступлений. Мы тогда только-только начинали, только пробовали. Хор наш тогда только организовывался. Численность детей была очень маленькая. Я, например, хорошо помню, как в первом хоре у нас там было 13 мальчиков. Сейчас их больше почти 300 человек. Светлана Виноградова преподает вокал и хоровое исполнение в музыкальной школе с начала 90-х. Именно она организовала хор мальчиков и продолжает эту традицию до сих пор. Хор мальчиков – это большая гордость школы, которая принесла ей немало побед на различных конкурсах и фестивалях. Это самые яркие воспоминания и для участников коллектива, и для преподавателя. Я помню, когда мы поехали в город Химки, был конкурс областной хоровой. Туда приезжали лучшие коллективы Московской области. И мы очень волновались. Какая-то была ситуация, что много детей заболело, что поехал неполный состав. Мы даже думали, может быть, не стоит ехать. А когда мы приехали на конкурс, очень удачно выступили. Вдруг получили гран-при в Московской области. Это, конечно, был такой фейерверк чувств. Одно из таких наивысших достижений наших радостей. Это навсегда, ребята, верить в то, что сердцу свято. Предвоенный, власть десятый, все дороги впереди. А те мальчишки только не успели Надеть свои солдатские шинели И не сказав последнего прости В бою сумели Родину спасти В Одинцовской музыкальной школе сильны традиции игры на фортепиано, а также преподавания этого направления. Юные пианисты успешно выступают на региональных, всероссийских и международных конкурсах. Александр Пагазбекян неоднократно занимал призовые места и стал стипендиатом фонда «Новые имена». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще одна ученица Одинцовской музыкальной школы Алиса Лисина тоже ежегодно выступает на конкурсах. Она становилась лауреатом и получала гран-при в конкурсах и по сольфеджио, и по вокалу, и по игре на фортепиано. Субтитры создавал DimaTorzok Больших успехов достиг и Анатолий Фалькин. В свои 10 лет он уже играет с симфоническим оркестром. Получал призовые места в конкурсе «Одаренные дети Подмосковья». Стал лауреатом первой степени конкурса имени Петра Чайковского, а также конкурса фонда «Новые имена». В Одинцовской музыкальной школе учатся около 700 детей. К каждому из них преподаватели стремятся найти индивидуальный подход. Кому-то нужно подсказать с выбором инструмента, кому-то с репертуаром, а кому-то помочь поверить в свои силы и стремиться к успеху. По большому счету задачи каждого преподавателя, особенно преподавателя музыки, это еще и воспитание души, это еще и воспитание человеческих каких-то качеств, которых, возможно, на воспитание которых не находится времени, не хватает внимания в повседневной жизни, в обыденной жизни, даже у родителей иногда. И мы стараемся обращать внимание и воспитывать именно вот эти тонкие струны души, что, что называется, которые связаны с музыкой прежде всего и которые мы можем открыть в маленьком ребенке, в маленьком исполнителе. С ними надо разговаривать, как со взрослыми. С ними нельзя разговаривать, как с детьми. И вести себя с ними, как со взрослыми, но и требовать надо, как со взрослых. И самое главное, что ты должен заразить их, свою любовь к музыке, показать, насколько музыка прекрасная. И дать им возможность выбора. Дать им возможность выбора, не давить в чем-то, понимаете, здесь метод кнута как бы не очень подходит в занятиях музыки. Все-таки надо больше показывать светлую сторону. Звучит музыка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова